Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу попросить у вас прощения за то, что не часто заглядываю на свой основной канал. Поэтому, когда я изготавливаю фильм, я обычно всегда говорю, что я перешел уже совсем на другой свой канал и указываю адрес. По просьбе Дмитрия Мельника и многих других ребят, мы с вами рассмотрим вот такой вариант. Очередной. Это изготовление нитки из вот такой нити. Если видно и передает камера ее номер, фирму-производитель и качество. В чем заключается смысл этого фильма? Попросили меня более подробно вам рассказать, как изготовить разную по толщине нить. Говорить не получается, идут бородки и все остальное. Как вы видите, друзья, вот эта нить, я ее слегка вот так подключу. Она скручена из трех прядей. Давайте я вам попробую показать вот так. Из трех прядей. Так вот, в чем заключается весь смысл переделывания нитки? Если мы возьмем обыкновенную, стандартную, деревянную катушку, та, которая вот у нас, допустим, есть такая, или же я под свои нужды выточил, я вам сейчас покажу их почти все, какие для меня необходимы, и расскажу. Вот. Как вы видите, эти катушки по величине, они разные. Это стандартная, а это уже выточенная под мои нужды. Я их положу, пожалуйста, чтобы вы видели разницу. Это тоже переточенная, уже с дополнительным бортиком. Так вот, я беру в начале, так как есть вот моя нить, и начинаю наматывать ее или на вот катушку, которая с подлески, но это не совсем удобно и приятно. Почему? Потому что мы не можем бобинодержатель поставить нормально в нашу катушку. Поэтому от всех этих нюансов я отказался. И для себя я взял, если видно, передает камера, изготовил вот такие катушки. Как вы видите, ось у нас от ручки, бортики с диэлектрического материала, шайбы, которые использовались на дросселях. То есть то, что у меня было под руками. И в чем смысл? Чем больше мы вот этой нераспущенной тройной нити намотаем, тем нам легче в дальнейшем будет работать. В каком смысле? На вот такую, пусть лежит, я тогда вам буду так лучше показывать. Вот на такую обычную стандартную катушку влезет нераспущенной нити порядка 30-40 метров. Но если вы на 16 частей поделите, и через каждые 40 метров у вас будут узелки, не совсем приятно. На вот такую большую катушку влезет уже 70-80 метров. Тоже не совсем приятно. Я почему стал сам для себя изготавливать? У меня имеется вот таких вот наборов, которые чешских, нитей. Больше, чем достаточно. Каких угодно оттенков и цветов. Но они для меня не подходят по той причине, что там крученая, там, допустим, не та ровница, как мне хотелось бы. Если брать, допустим, для сравнения, вот стандартная нить Хэнс, которая 0,05 имеет толщину. И я изготовил обычную стандартную нить, которой я тоже изготавливаю. Вяжу мушки. Вот, как видно, ее толщина такая же. Так это еще не самая тонкая. Если вот камера сможет, допустим, передать, я даже вот так сейчас подведу, чтобы было видно вот эту нашу основную лохматость, которая имеется на нитке, то можно различить, что здесь порядка 7-8 ниточек. Я могу спокойно распускать нить, в которой будет 3 или же 4 вот такие ниточки синтетические. Поэтому давайте мы начнем по порядку. я подготавливаю обычно емкость, на которую буду перематывать основную нить, нераспущенную. Вот на такую влазит у меня катушечку. Давайте я тоже буду показывать, не поднимать. Вот на такую катушку влазит порядка 300 метров нераспущенной нити. Это уже приятно. Все-таки распустить одну прядь 300 метров, это уже хорошо. Чтобы вам было понятно, из вот посмотрите, у меня уже из одной вот такой намотанной катушки я распустил вот у меня одна прядь. Здесь порядка 450 метров. Вот на вот такой катушке, которая используется из силиконовых резинок. Но они неудобны, так как бобину тоже, бобинодержателем очень сложно это все зажимать. и после этого, чтобы вам было уже более понятно, я беру, как вы видите, вот толщина наших распущенных, она абсолютно одинаковая. Вот здесь две разные, две одинаковые пряди, которые были в три смотаны, они находятся каждая в отдельности. теперь теперь что я делаю. После того, когда намотаю все три пряди на одну большую катушку, я беру, сейчас, ребята, три секунды, беру обыкновенный бобинодержатель, такой, который бы у меня подходил под мою катушку. поэтому вы для себя изготавливайте сами те катушки, которые бы для вас подходили. Вот я вставил и начинаю, используя наш катушка-держатель, распускать три пряди. Как я распускаю? Я беру просто, опускаю вниз, и под весом своей катушки у меня все время она натянута. Ребята жалуются о том, что она прокручивается. Так вот, давайте я сейчас немножечко сделаю паузу, изменю ракурс. Вот только вчера начал распускать очередную партию нитки, так как мне необходимо нить очень-очень тонкая, потому что будем вязать мушки для зимы. И у меня получается так, что я после того, когда вот эту тройную нашу нить распущу под вот таким вот весом постоянно натянутую, она раскручивается, и я распущу все три пряди, я беру отдельно свою прядь, та, которая вот у меня имеется, или вот такого цвета, или же вот такого, как вы видите, цвета. вставляю в бобинодержатель, и она под своим весом, я беру, хотите иглу для даббинга, заходите, что вам будет удобней, беру необходимое количество, если вот камера сможет показать, беру необходимое количество, вот здесь находится у у меня пять прядей, и начинаю, сейчас я переведу, покажу немножечко вам на другом, беру вот так, подглаживаю нитку, и у меня уже четко видно, на сколько прядей она разделится, вот видно, что она у меня будет делиться на две, значит, я не буду сильно заставлять свою нитку делить на другое, но, как вы видите, я начинаю вот так распускать, и у меня видно, что мои волокна путаются здесь, поэтому мы должны с вами взять или до конца вот так хорошо подровнять, или отрезать тот кусочек, который мы неправильно начали разбирать, бывают конечно случаи, когда пытаешься пытаешься и никак не можешь разделить эту нить, тогда приходится полностью всю перематывать от начала на конец и пробовать с другого конца, но бывают нитки, которые я уже экспериментировал сколько не пытался, вот хорошая просто великолепнейшая нить, сколько не пытался я ее распустить ровно, нет, она не получается, все зависит от качества материала, вот у меня тоже нить достаточно хорошая, сколько не пытался я ее распускать, путается, 10, 15, 20 метров распускается и потом начинается у меня проблема, между собой путается волокна, а стоит только лишь начать путаться, это уже зря потраченная работа, поэтому я стараюсь саму нить, так как ее на производстве скручивали, найти и обнаружить как она была, это не сложно, вот опять видите, я взял, распушил и опять у меня выходят две пряди, может у вас выйти три пряди, это вы уже посмотрите по своим ниткам, если вы будете использовать этого производителя, это не реклама, очень хороший и у меня проблем не возникает, но можно еще попробовать другой вариант, возьмите отщепите то количество допустим сколько вам необходимо, вот вы видите по толщине 5, 6, 7 прядей, вот как у меня видите начинает идти, делится моя нитка на этой, очень хорошо, она ни с кем у меня не путается и я беру тогда две катушечки на которые я потом буду это все сматывать, так как я в моем варианте, чтобы вам было видно, вот, одна достаточно еще плотная, с которой я распущу три, а то может быть и четыре, которая находится в этой руке, а здесь у меня достаточно уже по толщине, она у меня где-то порядка 0, 0, вернее 0, 0,25 то есть тоньше чем та которая имеется в производстве, как они в работе вы на моих каналах уже видели и начинаю да, нудно, но по-другому никак, специально вам вот так поставлю и начинаю спокойно если нить выровнена правильно начинаю вот так накручивать эту нить левой правой рукой работая одновременно как вы видите у меня и основная катушка раскручивается и те которые я катушки уже поделил тоже раскручивается если по каким-либо причинам возникают трудности в распуске берете вот так опускаете не до пола камера конечно не сможет здесь передать я попробую вот так вам показать может быть получится как вы видите они тоже у меня немножко путаются не совсем правильно выходят не стремитесь к этому это не всегда получается хотя получается я беру вот так пальцем и прямо вот так аккуратненько не торопясь до самого носика бобинодержателя я разделил наши нити очень просто как вы видите беру и дальше подкручиваю ту нить которую я распустил опять беру опустил вниз опять расправил если как вы сейчас я вам специально подым увидите она начинает уже раскручиваться то есть она сама по себе еще была подкручена поэтому мы только лишь вот как видно мы только лишь помогаем нашей нитке распускаться так чтобы нам было достаточно удобно это основной тот момент на который необходимо обратить внимание еще немаловажный момент как вы видите дамская принадлежность которая очень необходима для нас для вязальщиков поэтому все вот эти которые у нас имеются и в работе и в обиходе заусеницы они не должны у нас быть необходимо пройти очень очень тщательно чтобы руки были скажу так как у хорошего картежника теперь что самое основное как только вы почувствовали что у вас допустим ваша прядь оборвалась какая-либо одна из ниточек сразу остановитесь потому что потом возникнут проблемы необходимо сразу найти тот конец который у вас оторвался или разорвался или же на место как я иногда это делал брал и капал капельку лака то есть та нить которая у меня уже окончательно наматывалась и вдруг на ней порвалась я капал на нитку капельку лака и у меня этот лак уже шел на ту нить которая у меня потом идет в работу потому что как только у вас остаются какие-либо вот я постараюсь вам показать вот такие разные кусочки на нашей катушке при разматывании это вот у меня с фирменной даже ниткой которая хендовская но она меланж поэтому с ней и без того сложно работать и она вот стрейчевая поэтому исходя из этого она себя так и ведет очень часто рвется и остаются вот как вы видите на катушке остаются небольшие лохмоти от этой нитки здесь же в моей ситуации нить достаточно крепкая удобная и хорошая какие есть еще особенности при выборе допустим вы будете покупать выбирать выберите себе нить это не имеет значения допустим какого оттенка главное внимательно просмотрите вот кромочку так как нить хранилась транспортировалась и при покупке обратите внимание чтобы не было и близко намека на какую-либо ворсу потому что в дальнейшем как только вы начнете распускать эту нить вот эти порванные волоски вернее ниточки пряди они не дадут нам нормально распускать нашу нить если вдруг какие возникнут у вас вопросы я вас очень прошу заходите на канал мушки из подушки а еще лучше пишите на фейсбук я отвечу вам более подробно в любое удобно и для меня и для вас время я больше корреспонденцию проверяю там благодарю вас за внимание до скорых встреч в завершении я еще что хочу вам сказать если по каким-либо причинам вот я сейчас попробую вам вот так показать чтобы вы смогли увидеть вот видите что нить у меня распускается не совсем равномерно обратите внимание на основной момент это вот я подведу еще поближе попробую попробую вот так вам показать что нить сама вы потом увидите пытается распуститься на несколько другие составляющие да это морока очень большая но зато вы сами убедитесь в том что потратив день два три вы сможете потом так как я при моей интенсивности работы мне хватает практически ну на очень долго если стандартной хендесовской вот такой катушки которую я уже перемотал здесь 200 метров то вот здесь у меня находится моей по толщине такая же как хенд хендс ее находится здесь 450 метров можете представить сколько я работаю а в такой катушечки у меня больше километра находится поэтому можно спокойно полтора два километра перемотать вот вот в такую катушку и работать хватит вам надолго и нудно хорошо красится и вот заметно я еще раз вот так покажу на палец чтобы было видно что достаточно нить сама себя позволяет распустить как только я убираю натяжение нить сама у меня начинает становиться как положено и вот так вот пальчиком я его распускаю нить хорошо тянется поэтому если равномерное натяжение у нас не будет здесь обрыва и держим вот так еще раз повторю чтобы вы поняли держим вот так на весу все время на весу ни к чему не прислоняемся тогда ни бородок у нас ни закручиваний катушка у нас вместе с бобиной вот я беру и вот так растягиваю как вы видите у меня катушка сама нить расходится и я без всяких проблем начинаю наматывать но такой намоткой не увлекайтесь почему потому что бобинодержатель у нас достаточно тяжелый и не всегда крутящий момент сможет захватить нашу нитку еще один немаловажный момент обратите внимание видите у меня перекинута нитка то есть я дополнительно подтормаживаю свое вот это натяжение которое у меня в бобине перекидыванием через ножку любую левую правую это без разницы за счет этого у меня возникает дополнительное сопротивление движения нити и учитывая то что вес катушки достаточный порядка 70-80 граммов когда она намотана в эту катушку она просто плюхается на пол и ее невозможно оторвать от пола поэтому подберите для себя вот этот момент сколько вы для заторможки будете добавлять накидов на ножку я так думаю ребят у вас все получится если есть какие-то еще вопросы будьте добры не обижайтесь потому что я не всегда заглядываю по каналам по аннотациям напишите на фейсбук там мне хоть смски приходят я всем отвечу и всем объясню вот сейчас у нас нить хорошо опять раскрутилась распустилась и как вы видите заметно очень хорошо ее полностью сколько у меня здесь прядей и как они находятся ну теперь я думаю уже наверное все если еще какие-то вопросы пожалуйста спасибо вам за внимание до скорых встреч